Мой доклад про паттерны в Terraform для борьбы с хаосом и ручной рутиной на крупных и долгих проектах. О себе мне 40, я 20 лет в IT, 12 лет работаю в компании Extents, мы занимаемся e-commerce driven development и 5 лет практикую DevOps практики. Мой рассказ будет про опыт в проекте, в компании, название которой я не буду говорить, прикрываясь соглашением о неразглашении, какие-то цифры на слайде, чтобы примерно понимать размер, масштаб проекта. И что важно, все, что я буду дальше говорить, связано с Амазоном. Я присоединился к этому проекту 4 года назад и в самом разгаре проходил рефакторинг текущей инфраструктуры, потому что проект вырос и те паттерны, которые использовались, они уже не подходили. И учитывая весь планируемый рост проекта, нужно было что-то придумать новое. Спасибо Матвею, который вчера рассказал про то, что они делают до до пиццы. И это, собственно говоря, то, что происходило у нас 4 года назад. Разработчики пришли и стали делать инфраструктурный код. Самые очевидные моменты, почему это требовалось, нужно было time-to-market, нужно было сделать так, чтобы девопс-команда не была узким местом при выкатке. И, кроме всего прочего, использовались на самом первом уровне это Terraform и Puppet. Terraform — это open-source проект компании HashiCorp. И для тех, кто вообще не в курсе, что это, следующие несколько слайдов. Инфраструктура как код — это значит, что мы можем описать нашу инфраструктуру и попросить каких-то роботов сделать так, чтобы мы получили те ресурсы, которые мы описали. Например, нам нужна виртуальная машина, мы опишем, добавим несколько обязательных параметров. После этого в консоли настроим доступ к Amazon и попросим Terraform Plan. Terraform Plan скажет, окей, для вашего ресурса мы можем сделать вот такие вот штуки. И, ну, как минимум один ресурс будет добавлен, и никаких изменений не предвидится. После того, как вас все устроило, можете попросить Terraform Apply, и Terraform создаст вам инстанс, и вы получите виртуальную машину в вашем облаке. Далее наш проект, соответственно, развивается. Мы добавляем туда какие-то изменения, мы просим больше инстанс, мы добавляем, например, road53 запись и повторяем. Просим план, видим, какие изменения планируются, применяем, и таким образом наша инфраструктура растет. Terraform использует такую штуку, как state-файлы. То есть все изменения, которые уходят на Amazon, он сохраняет в неком файлике, где для каждого ресурса, который вы описали, есть соответствующие ресурсы, которые были созданы в Амазоне. Таким образом, при изменении описания какого-то ресурса, Terraform точно знает, что именно нужно поменять в Амазоне. Эти state-файлы, по-первых, были просто файлами, и мы их хранили в ГИТе, что было крайне неудобно. Постоянно кто-то забывал прокоммитить изменения, и возникало много конфликтов. Сейчас есть возможность использовать бэкэнд, то есть Terraform указывается, в какой, например, бакет, по какому ключу нужно сохранить state-файл, и Terraform сам позаботится о том, чтобы достать этот state-файл, сделать всю магию и положить обратно финальный результат. Наша инфраструктура растет, вот наш код, и мы теперь не хотим просто создавать виртуальную машину, мы хотим иметь тестовое окружение. Terraform позволяет сделать такую штуку, как модуль, то есть то же самое описать в какой-то папке, и, например, в тестинге вызвать этот модуль и получить то же самое, как будто бы мы выполняли Terraform apply в самом модуле. Для тестинга, например, будет такой код. Для продакшена мы можем послать туда какие-то изменения, что в тестинге нам не нужны большие инстансы, в продакшене большой инстанс как раз пригодится. И дальше я вернусь обратно в проект. Была такая сложная задача, инфраструктура планировалась очень большой, и нужно было как-то разместить весь код, чтобы это было удобно для всех, и для тех, кто производит майндейнс над этим кодом, и для тех, кто вносит изменения. А планировалось, что любой разработчик может пойти и поправить инфраструктуру так, как нужно для его части платформы. Ну, это дерево каталогов, которое рекомендуется самим хешкорпом. Если у вас большой проект, и есть смысл разделить всю инфраструктуру на какие-то маленькие кусочки, каждый кусочек описывать в отдельной папочке. Имея большую обширную библиотеку ресурсов, можно в тестинге и в продакшене вызывать примерно одно и то же. В нашем случае это не совсем подходило, потому что тестовый стэк для разработчика или для тестирования нужно было получать как-то попроще. А ходить по папочкам и применять в нужной последовательности и беспокоиться о том, что база поднимется, а потом поднимется инстанс, который использует эту базу, в общем-то было проблематично. Поэтому весь тестинг запускался из одной папки. То есть там вызывались те же самые модули, но проходило все за один прогон. Terraform беспокоится о всех зависимостях и всегда создает ресурсы в той последовательности, чтобы можно было получить IP-адрес, например, от свежесозданного инстанса и положить этот IP-адрес в Road53 запись. Кроме этого, платформа очень большая и запуск тестового стэка, даже если на час, даже если на 8 часов, достаточно дорогое дело. И мы автоматизировали это дело. И Jenkins.Job, который позволял запускать стэк, в нем нужно было указать pull-request с изменениями, которые хочет разработчик протестировать, указать все опции, какие компоненты ему нужны, какие не нужны, размеры. Если он хочет перформанс-тестирование, он может побольше инстансы взять. Если ему нужно просто проверить, что какая-то формочка открывается, он мог стартануть на минималках, нужен кластер, не нужен кластер и так далее. И потом Jenkins толкал Shell Script, который немножечко модифицировал код в папке Terraform, убирал ненужные файлы, добавлял нужные файлы, и потом одним прогоном Terraform Apply стэк поднимался. Ну а дальше уже шли какие-то другие шаги, в которые я не хочу углубляться. Из-за того, что для тестинга нам требовалось немножко больше опций, чем в продакшене, нам приходилось, скажем так, клонировать, делать копии модулей, чтобы в этих копиях можно было добавить те фичи, которые нужны только в тестинге. И так получилось, что в тестинге вроде как хочется протестировать ту инфраструктуру, которая в итоге, те изменения, которые в итоге пойдут на продакшен. Но на самом деле тестировалось одно, а в продакшене применялось немножко другое. И был немножко разрыв шаблона, что в продакшене все изменения применялись оперейшн с командой, и иногда получалось так, что те изменения, которые должны были из тестинга прийти в продакшен, они оставались немножко в другой версии. Кроме этого, была такая проблема, что добавляется, например, новый сервис, и он немножко отличается от какого-то другого, который уже существует. И вместо того, чтобы модифицировать существующий модуль, приходилось делать его копию и добавлять необходимые изменения. То есть, по сути, такое высказывание, что Terraform не настоящий язык, это же декларация. Если нам нужно что-то задекларировать, мы это декларируем, и все, и это работает. В какой-то момент, когда обсуждался один из моих pull-request'ов, один из коллег сказал, что не нужно плодить снежинки. Я очень заинтересовался, типа, что значит снежинки. Есть такой факт научный, что в мире не существует двух одинаковых снежинок, все они чуть-чуть отличаются. И как только я услышал, я сразу ощутил всю тяжесть Terraform кода, которая у нас имелась, потому что, когда требовалось перейти с версии на версию, там 0.6, 0.7, 0.7, 0.8, в Terraform требовал какие-то breaking change изменения, то есть код больше не был совместим со следующей версией. И приходилось сделать pull-request, который покрывал почти половину файлов в инфраструктуре, чтобы привести инфраструктуру к следующей версии Terraform. И после того, как появилась вот такая снежинка, весь Terraform код, который у нас имелся, он превратился в большую кучу снега. Для внешнего разработчика, который вне operations, для него это не имеет большого значения, потому что он сделал pull-request, его ресурс запустился, и все. Дальше, как говорится, не его забота. А команда DevOps, те, которые следят за тем, чтобы все было ок, требуется делать все эти изменения. И стоимость этих изменений, она очень-очень сильно возрастала с каждой дополнительной снежинкой. Есть такая история про то, как студент на семинаре рисует мелом на доске два идеальных круга. И преподаватель удивляется, как вам удалось без циркуля нарисовать? Он говорит, очень просто. Я два года в армии крутил мясорубку. И из тех четырех лет, от которых я участвую в этом проекте, где-то около двух лет, можно сказать, я занимаюсь Терраформом. И, конечно, у меня есть некие фишечки, некие советы, как можно упростить Терраформ-код, работать с ним как с языком программирования и уменьшить нагрузку на разработчиков, которые должны поддерживать этот код в актуальном состоянии. Первое, с чего я хотел бы начать, это сим-линки. Терраформ имеет очень много одинаково повторяющегося кода. Например, вызов провайдера, он практически в каждой точке, где мы создаем кусочек инфраструктуры, он один и тот же. И логично вынести его куда-то в отдельную папочку и везде, где требуется провайдер, делать сим-линку на этот файлик. И, ну, самое такое, например, у вас в продакшене используется некий assume role, который позволяет вам прыгнуть из одного окружения, ну, имеется в виду, получить право доступа на какой-то внешний Amazon-аккаунт. И поменяв один файлик, все оставшиеся, которые в дереве ресурсов, они уже будут иметь требуемые права, чтобы Терраформ знал, к какому Amazon-сегменту обращаться. Где сим-линки не работают? Как я говорил, в Терраформе есть state-файлы, и они прям очень-очень классные. Но дело в том, что Терраформ инициализирует бэкэнд самым первым. И он не может использовать вот в этих параметрах какие-либо переменные. Их всегда нужно написать просто текстом. И как результат, когда кто-то делает новый ресурс, он копирует, конечно же, часть кода из каких-то других папочек, и он может ошибиться с ключом или с бакетом. То есть, например, он из сэндбокса делает в сэндбоксе какую-то штуку, и потом делает в продакшене. И так может оказаться, что бакет в продакшене будет использоваться из сэндбокса. Конечно, это быстро найдут, можно будет это как-то исправить, но тем не менее это потеря времени и в какой-то степени ресурсов. Далее, что с этим можно сделать? Перед тем, как работать с Терраформом, надо его проинициализировать. В момент инициализации Терраформ выкачивает все, плагины, они в какой-то момент из Монолита разбились на более микросервисную архитектуру. И всегда нужно делать Терраформы нит, чтобы он подтянул все модули, все плагины. И можно использовать Shell Script, который, во-первых, сможет достать все перемены, Shell Script ничем не ограничен. Во-вторых, пути. Если мы всегда используем тот путь, который в репозитории как ключ к стейт-файлу, то, соответственно, ошибка здесь будет исключена. Откуда достать данные? JSON-файл. Терраформ позволяет записывать инфраструктуру не только в HCL, HashiCorp, Configuration Language, но и в JSON. JSON легко читается из Shell скрипта, соответственно, можно в какое-то место положить конфигурационный файл с бакетом и использовать этот бакет и в Терраформ коде, и в Shell скрипте для инициализации. Почему важно иметь бакет для Терраформа? Потому что есть такая штука, как Remote State файлы. То есть, когда я поднимаю какой-то ресурс, мне для того, чтобы сказать Амазону «Подними, пожалуйста, инстанс», мне нужно указать очень много обязательных параметров. А в какой выплате? А какая Сабнет-ID? А какая-нибудь еще фигня? И эти индификаторы, они хранятся в какой-то другой папочке. Я могу взять и сказать «Терраформ, сбегай, пожалуйста, в State файл того самого ресурса и достань эти индификаторы». Таким образом появляется некая унификация между различными регионами или инвайроментами. Не всегда можно использовать удаленный State файл. Например, вы руками создали WPC. Тот Терраформ код, который создает WPC, он настолько создает непохожую WPC, что очень долго и нудно вам придется подстраивать одно под другое. Можно использовать следующую фишку. То есть сделать модуль, который как бы делает WPC и как бы выдает вам индификаторы, а на самом деле просто есть файлик с хардкожными значениями, которые можно использовать для создания того же инстанса. Не всегда требуется сохранять State файл в облаке. Иногда, например, когда тестируются модули, можно использовать инициализацию бэкэнда, когда файл будет сохраняться просто на диске, просто как на момент тестирования. Сейчас немножко про тестирование. Что в Терраформе можно тестировать? Наверное, много что, но я буду говорить про вот эти четыре штучки. Первое. У HashiCorp есть понимание, как нужно форматировать Терраформ код. И Терраформ FMT позволяет вам отформатировать код, который вы редактируете в соответствии с этой верой. Соответственно, тесты должны обязательно проверить, а соответствует ли форматирование тому, что завещал HashiCorp, чтобы не приходилось менять расположение скобочек и так далее. Следующее – это Терраформ Validate. Терраформ Validate делает немножко больше, чем проверку синтаксиса, а-ля все ли скобки парные. Что здесь важно? У нас инфраструктура очень развесистая, в ней очень много различных папочек, и в каждой нужно запустить Терраформ Validate. Соответственно, чтобы ускорить тестирование, мы запускаем несколько процессов параллельно, используя параллель. Параллель – очень классная штука, пользуйтесь. Но каждый раз, когда происходит инициализация Терраформа, он идет на HashiCorp и спрашивает, а какие последние версии плагинов? А тот плагин, который у меня в кэше, он вообще тот или не тот? И это на каждом шаге немножечко давало свое замедление. Если Терраформу подсказать, где лежат плагины, то Терраформ скажет, окей, наверное, это самое свежее, что есть, я не буду никуда ходить и сразу начну валидировать ваш Терраформ код. Для того, чтобы наполнить эту папочку нужными плагинами, у нас есть очень простой Терраформ код, который нужно просто проинициализировать. Здесь, конечно же, нужно указать всех провайдеров, которые как-либо участвуют в вашем коде, иначе Терраформ скажет, окей, я не знаю какого-то провайдера, потому что его нет в кэше. Следующее. Терраформ план. Как я говорил, разработка циклична. Мы делаем код с изменениями, и потом нужно узнать, а какие изменения планируются на инфраструктуру. И когда инфраструктура очень-очень-очень большая, можно поменять один модуль, починить какое-то, не знаю, тестовое какое-нибудь окружение или какой-нибудь конкретный регион и сломать какой-то соседний. Поэтому Терраформ план должен делаться на всю инфраструктуру и показывать, какие изменения планируются, где бы это ни было. Делать это можно по-умному. Мы, например, написали скрипт на питоне, который разрезовывает зависимости, и в зависимости от того, что было изменено, Терраформ модуль или просто какой-то конкретный компонент, он делает планы на все зависимые папочки. Следующее. Это Терраформ планы должны делаться по запросу. По крайней мере, это то, что делаем мы. Тесты, конечно же, хорошо делать на каждое изменение, на каждый коммит, но планы достаточно дорогая штука, и лучше всего, если, по крайней мере, у нас так сделано, в pull-request мы делаем, пожалуйста, дай мне планы, запускается робот и присылает в комменты или в attache все планы, которые предполагаются от ваших изменений. План – вещь достаточно дорогая. Она занимает время, потому что Терраформ идет в Amazon, спрашивает, окей, а этот инстанс еще существует, а в autoscale точно такие параметры? И для того, чтобы это ускорить, можно использовать такой параметр, как refresh false. Это значит, что Терраформ выкачает из S3 state и будет верить, что state точно соответствует тому, что находится в Amazon. Такой Терраформ план проходит гораздо быстрее, но state должен соответствовать вашей инфраструктуре, то есть где-то, когда-то должен запуститься рефреш, Терраформ рефреш. Терраформ рефреш делает именно то, чтобы state соответствовал тому, что находится в реальной инфраструктуре. Следующее, что можно сказать, надо было с этого начинать – безопасность. Там, где вы запускаете Терраформ, и Терраформ работает с вашей инфраструктурой, есть уязвимость. То есть вы, по сути, выполняете код, и если Терраформ план, если pull request содержит какой-то вредоносный код, он может исполниться на инфраструктуре, которая имеет слишком много доступа. Поэтому будьте внимательны, где вы запускаете Терраформ план. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это тестирование юзердаты. Что такое юзердата? В Амазоне, когда мы создаем инстанс, мы можем с инстансом отправить некое письмо. Такое метаданное. Когда инстанс запускается, обычно CloudUnit всегда присутствует на этих инстансах, CloudUnit считывает это письмо и читает, окей, сегодня я load balancer, и в соответствии с этими заветами производит какие-то действия. Но, к сожалению, когда мы делаем Терраформ план и Терраформ apply, юзердата выглядит как вот такая вот кашица из цифр. То есть он просто вам присылает хэш. Все, что вы можете посмотреть в плане, будут ли какие-то изменения, или хэш останется тем же самым. И если на это не обращать внимания, на Амазон, на реальную инфраструктуру может уйти какой-то побитый текстовый файлик. Как вариант, можно при выполнении указать не всю инфраструктуру, а только темплит. И в коде указать, пожалуйста, выведи мне на экран этот темплит и получить, по сути, распечатку того, как будет выглядеть ваши данные на Амазоне. Другой вариант – это использовать модуль для генерации юзердаты. И вы применяете этот модуль, получаете файл на диске, сравниваете его с референсным. И таким образом, если какой-то джун решит поправить немножечко юзердату, ваши тесты скажут, окей, вот здесь и вот здесь какие-то изменения, это вообще нормально. Следующее, о чем хотел бы рассказать, это Terraform Apply. Автоматический Terraform Apply. Вообще, конечно, достаточно страшно делать Terraform Apply в автоматическом режиме, потому что кто знает, какие там пришли изменения и насколько они могут быть губительны для живой инфраструктуры. Для тестового окружения это прям все норм. То есть джоб, который создает тестовое окружение, это то, что нужно всем разработчикам. То есть такое выражение, как «у меня все работало», это не смешной мем, а доказательство того, что человек заморочился, поднял стэк, запустил на этот стэк какие-то тесты, убедился, что там все норм, и сказал «Окей, тот код, который я выпускаю, он вообще был протестирован». В продакшене, сэндбоксе и других окружениях, которые более важны для бизнеса, можно применять частично некоторые ресурсы, достаточно безопасно, потому что они не приводят к тому, что кто-то умирает. Это автоскейл-группы, секьюрити-группы, рулисы, род 53, и в принципе там список может быть достаточно большой. Но, как говорится, следите за тем, что происходит, читайте отчеты о автоматических применениях. Там, где применять опасно или боязно, например, какие-нибудь ресурсы с персистентом, базы данных, получайте отчеты о том, что в каком-то кусочке инфраструктуры есть непримененные изменения. И инженер уже под надзором запускает какие-то джобы, чтобы применить, или делает это со своей консоли. В Амазоне есть такая штука, как Terminate Protection, и она может защитить в некоторых случаях от ненужных, нетребуемых для вас изменений. То есть реформ пошел на Амазон и говорит, мне нужно убить этот инстанс, чтобы сделать другой. Амазон говорит, sorry, не сегодня. У нас стоит Terminate Protection. Ну и, наверное, вишенка на торте – это оптимизация кода. Когда мы работаем с реформ-кодом, мы должны передать в модуль очень большое количество параметров, те, которые необходимы для того, чтобы создать какой-то ресурс. И код превращается в большие списки параметров, которые нужно передать из модуля в модуль, из модуля в модуль, особенно если модули вложены. И это очень сложно читаемо. Это очень сложно делать на этой ревью. И очень часто получается так, что какие-то параметры проходят ревью, и они не совсем те, которые нужны. Что, в общем-то, стоит времени и, соответственно, денег, чтобы потом исправить. Поэтому я вам предлагаю использовать такую штуку как сложный параметр. Параметр, в который включает в себя некое дерево значений. То есть нужна какая-то папка, где у вас указаны все значения, которые вы хотели бы иметь на каком-то environment, и, вызывая этот модуль, можно получить дерево, которое генерится в одном общем модуле, то есть модуль, который одинаково работает для всей инфраструктуры. В этом модуле можно сделать некие вычисления, используя свежую фичу в терраформе как locals, и потом одним output'ом выдать какой-то сложный параметр, который может включать в себя хэши, массивы и так далее. На этом все самые лучшие находки, которые у меня есть, у меня закончились. И хотел бы рассказать байку про Колумба, когда он искал деньги на свою экспедицию, чтобы потом открыть Америку, никто ему не верил, и считали, что это невозможно. Тогда он сказал, пожалуйста, сделайте так, чтобы яйцо не упало. Все банкиры, очень богатые и, наверное, умные люди пытались каким-то образом поставить яйцо, и оно все время падало. Тогда Колумб взял, немножечко надавил на яйцо, скорлупа смялась, и яйцо осталось неподвижным. О, это слишком просто, они сказали. Так, говорит, это слишком просто. И когда я открою, ну, тогда он думал, Индию, все будут использовать этот торговый путь. Ну, то, что я сейчас вам рассказал, наверное, достаточно простые и тривиальные вещи. И когда ты о них узнаешь и начинаешь использовать, это в порядке вещей. Так что пользуйтесь, если для вас это вполне себе нормальные вещи, ну, по крайней мере, вы знаете, как поставить яйцо, чтобы оно не упало. Подведем итоги. Постарайтесь избегать снежинок. Чем меньше снежинок, тем меньше ресурсов вам потребуется, чтобы делать какие-то изменения на всей вашей большой инфраструктуре. Ну, есть еще такая штука, как dry, don't repeat yourself. Постоянные изменения. То есть, когда в коде произошли какие-то изменения, нужно как можно скорее привести вашу инфраструктуру в соответствии с этими изменениями. Ситуация, когда через 2-3 месяца кто-то приходит и, окей, мне нужно там посмотреть какой-то Elasticsearch, делает Terraform план, а там вот такая куча изменений, которые он не ожидал. И он не знает, а это вообще нормально, и тратится очень много времени для того, чтобы привести обратно все в порядок. Следующее — это тесты и автоматизация. Чем больше у вас код покрыт тестами и всякими такими фишками, тем больше у вас уверенность в том, что вы все делаете правильно. А автоматическая доставка увеличит вашу уверенность многократно. Код для тестового и продакшн окружения должны быть практически одинаковыми. Практически, потому что все-таки продакшн немножко другой, и там все равно будут какие-то нюансы, которые будут выходить за рамки тестового окружения. Но, тем не менее, плюс-минус можно это обеспечить. Ну и если у вас очень много Terraform кода, и на поддержку этого кода в актуальном состоянии требуется очень много времени, никогда не поздно сделать рефакторинг и привести его в хорошую форму. То, что осталось за кадром, по времени ограничен. Все-таки всего-всего-всего-всего-ничего времени нужно, чтобы… Всего-ничего времени, чтобы все рассказать. Immutable Infrastructure, доставка амишек по расписанию, структура для Road 53, когда у вас записей очень много и вам хочется, чтобы они были в каком-то согласованном порядке, борьба с IP Rate Limit, это когда Amazon говорит все-все-все, больше я не могу принимать от вас запросов, пожалуйста, подождите. И половина конторы ждет, пока она сможет запустить свою инфраструктуру. Спот-инстансы. Amazon не дешевое мероприятие, и споты позволяют достаточно много экономить. И там целый доклад на это можно рассказать. Безопасность, ямроли, ой-ой-ой, поиск потерянных ресурсов. Когда у вас в Амазоне есть какие-то инстансы непонятного происхождения, они кушают деньги, и даже если инстанс стоит 100-150 долларов в месяц за год, это тысяча с лишним. В общем, поиск таких ресурсов – это, скажем так, прибыльная делга. И зарезервированные инстансы. На этом у меня все. Терраформа – это очень круто. Пользуйтесь, и можете найти меня в Фейсбуке. Спасибо. Скажи, пожалуйста, у тебя в красном углу хватит места на еще один диплом от нас. И я так помню, что ты заявку уже делаешь на следующий, предыдущим слайдом заявку на следующие свои доклады, правда? Да. Спасибо организаторам. Мне все очень понравилось. Готовь красный угол, держи. И ждите меня. Да, как говорится. Хорошо. А на первом ряду вопрос. И вижу еще одну руку. Еще две. Спасибо за доклад. А подскажите, пожалуйста, у вас статфайл лежит в S3, а как вы решаете проблему, что несколько человек могут взять этот статфайл и попытаться развернуться? Во-первых, мы не торопимся. Во-вторых, есть слаг, в котором мы сообщаем о том, что мы работаем над каким-то участком кода. То есть несмотря на то, что инфраструктура очень большая, это не значит, что постоянно кто-то что-то применяет. Во-вторых, когда была активная фаза, это прям была проблема. Но у нас и статфайлы в гите хранились. То есть это было прям важно. Иначе кто-то сделает статфайл, и нам приходилось вручную их собирать в кучу, чтобы все дальше продолжалось. Сейчас такой проблемы нет. А вообще в Тераформе решил эту задачу. И если постоянно что-то меняется, можно использовать локи, которые предотвращают то, что вы тут сказали. А вы используете обычную, открытую версию или интерпризную? Никакого интерпрайза. То есть все, что можно пойти и скачать за бесплатно. Я понял. Спасибо. Следующий вопрос. И мы в центр зала еще пойдем. Меня зовут Станислав. Я хотел сделать маленькое дополнение. Вы рассказали про фичу Амазона, которая позволяет сделать инстанс неубиваемым. Это есть и в самом Тераформе. В блоке Lifecycle можно прописать запрет на изменения, либо запрет на уничтожение. Во времени я был ограничен. Еще хотел спросить две вещи. Во-первых, вы рассказали про тестирование. Хотел спросить, пользовались ли вы какими-то инструментами для тестирования. Я слышал про плагин для Test Kitchen. Возможно, есть что-то еще. Возможно, вы слышали или сталкивались с чем-то. И хотел бы спросить еще про Local Values. Чем они в принципе отличаются от Input Variables? И почему я, допустим, не могу параметризировать что-то только через Local Values? Потому что я пытался разобраться с этой темой, но как-то не разобрался сам. Мы можем подробнее поговорить за этим залом. Инструменты для тестирования у нас полный самопал. Там ничего такого нет, чтобы прям протестировать, протестировать. Вообще есть варианты, когда автоматические тесты поднимают инфраструктуру где-то, проверяют, что она ок, и потом все уничтожают с отчетом, что ваша инфраструктура все еще в хорошей форме. У нас этого нет, потому что тестовые стеки запускаются каждый день. И это достаточно для того, чтобы, если начало ломаться, то оно начало ломаться без того, что мы еще где-то это проверим. По поводу Local Values давайте продолжим за залом. Хорошо. Сейчас следующий вопрос. И вот позади того человека еще есть. Привет. Спасибо за доклад. Очень познавательно. У меня вопрос. Ты говорил, что у вас очень много однотипного кода, который для описания инфраструктуры. Не рассматривали ли вы вариант генерации этого самого кода? Отличный вопрос. Спасибо. У нас есть фаворит, если у нас есть еще подарки. Да. Отлично. Дело в том, что когда мы используем инфраструктуру как код, мы предполагаем, что мы смотрим на код и понимаем, какая инфраструктура за этим кодом лежит. Если код генерится, то нам нужно представить, а какой код сгенерится, чтобы понять, какая инфраструктура там будет. Либо мы генерируем код, комитим его, и по сути получается то же самое. Поэтому мы пошли по тому пути, как мы написали, мы это получили. Плюс генераторы появлялись, скажем так, несколько позже, когда мы начали это делать, и уже поздно было, скажем так, менять в движущем поезде. А про Джессон.нет слышал что-нибудь? Нет. Посмотри, это очень классная штука, которая позволяет… Я слышал. Это грязный лайфхак, Андрей рекламирует свой доклад. Нет, у меня в докладе просто совсем чуть-чуть будет. Это ответочка, потому что… Да, но я просто вижу… Вы раньше начали, да, вот этот разговор? Нет, ну просто я вчера его слышал. Я вижу просто конкретный кейс, где можно применить его и генерить структуру данных. Генераторы классные, когда у вас прям, знаете, анекдот про машину для бритья. То есть первый раз лицо разное, но потом у всех лицо одинаковое, генераторы очень классно заходят. Но вот у нас, к сожалению, лица немножко разные. Это проблема? Посмотри просто. Да, теперь следующий вопрос. Спасибо. Кто-нибудь задаст вопрос или мы подождем? Да, есть вопрос здесь. Максим из Сбербанка. Вы немного рассказали, что пытались привести Тераформ к аналогу языка программирования. Чуть ближе к себе микрофон. Не проще ли было пользоваться Ansible? Это прям очень разные вещи. То есть может быть, можно и Ansible создавать ресурсы, и Puppet можно создавать ресурсы в Амазоне. Но Тераформ прямо заточен. То есть это такой аналог CloudFormation. А у вас только Амазон? Дело не в том, что у нас только Амазон. Как я сказал, у нас почти только Амазон. Но ключевая фича, что Тераформ помнит, она, в общем, сразу победила. То есть в Ansible сказать, подними мне пять инстансов, он поднимет, а потом ты говоришь, а теперь мне нужно три. Тераформ скажет, окей, два убью. А Ansible скажет, окей, вот тебе три. Итого восемь. Хорошо. У кого микрофон, задайте вопрос наконец. Победа? Нет. Там еще были руки. Так, начинай говорить. В микрофон. Просто говори. Здравствуйте, спасибо за ваш доклад. Очень интересно было послушать про Тераформ. Сразу хочу дать маленький комментарий по поводу того, что Тераформ это все-таки нестабильное, не имеет стабильного релиза. Но как, например, даже между одиннадцатой и двенадцатой версией было сломано кое-какие зависимости, и приходилось переписывать часть кода. Поэтому с большой осторожностью относитесь к Тераформу. Даже на каких-нибудь стабильных провайдерах типа АВС. Сейчас время для вопросов. Сразу отвечу на комментарий, чтобы я не забыл про вопрос. Хороша ложка к обеду. То есть если вам нужно решение, вы иногда откладываете то, что нестабильное и так далее. Оно работает и нам помогло. Ну да, просто сразу. Давайте перейдем к вопросу. Вопрос такой. Вот ремонт бэкэнды вы используете S3. Почему официальный, например, бэкэнд не используете? Официальный? Ну, Тераформ-клауд. Там просто можно сохранить стейт. Месяца четыре назад. А, ну вот если бы он появился где-нибудь четыре года назад, наверное, я бы вам ответил на ваш вопрос. Там есть уже встроенная функция и локов, и можно хранить стейт. Очень классно, рекомендую. Попробуйте. Просто я не тестировал на самом деле. Я тоже что-то как-то не доверялся. Мы едем в большом поезде, который движется с большой скоростью. И нельзя просто так взять, выкинуть несколько вагонов и принять обратно. Да, прости. Еще такой вопрос у меня. Подожди, я хочу вот рассказать. Просто, возможно, не все из вас были на конференциях. Значит, когда вопрос, это вы спрашиваете, вам что-то непонятно, вы что-то уточняете. Когда вы даете совет, я вам рекомендую, приходите, сделайте доклад, проведите метап. Это классно. Я спрашиваю об опыте. Здесь на сцене здорово. Давай вопрос. Почему не получилось использовать… Вы-то говорили про снежинки. Почему бы не использовать просто бренчи? Почему не получилось так сделать? Что? Ну, в гиде, в бренчи. Гиды бренчи. У нас, во-первых, такой подход, что вся инфраструктура в одном репозитории. Terraform, Puppet, все скрипты, которые хоть как-то к этому относятся, они все в одном репозитории. Таким образом, мы можем гарантировать, что инкрементальные изменения, они протестированы один за другим. Если бы это была куча бранчей, и более того, я видел проекты, где примерно такой подход использовался, он практически, его невозможно майнтейнить. То есть проходит полгода, и они настолько расходятся, что это просто наказание. Иди и обнови мой бранч до актуального состояния, чтобы мы могли продолжить работу. Это, собственно говоря, то, от чего захотелось убежать до рефакторинга. Понятно. То есть это не работает с бренчами? Это вообще не работает. Бранчи, и я вырезал слайд папки. То есть если сделать на каждый тестовый стек, например, команда А, у нее своя папочка, у команды Б, своя папочка, это тоже не работает. То есть мы сделали унифицированный код тестового окружения, который был достаточно гибкий, чтобы подходить всем. То есть мы один код майнтейнили. Понял, спасибо. Следующий вопрос. Привет, я здесь. Привет. Меня зовут Юра. Спасибо за доклад, реально интересно про Траффорум. Мало таких докладов, лучше, чтобы побольше было. Вопрос о модулях. Ты говоришь, что вы пользуете модулями. Как решаете вопрос, если в одном модуле внесли изменения, которые несовместимы с изменением другого человека? Как-то версионируете модули или пытаетесь привести какой-то модуру вафлю, чтобы соответствовать другим рекомендациям, требованиям? Это проблема большой снежной кучи. Это то, от чего мы страдаем. Что какое-то безобидное изменение может сломать какую-то часть инфраструктуры, и это будет заметно только через какое-то длительное время. То есть пока никак не решаете? Делайте универсальные модули, избегайте снежинок, и все получится. Ну, собственно говоря, вторая половина доклада про то, как это избежать. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотел бы уточнить, там за кадром осталась на самом деле достаточно большая куча, ради которой я пришел. Каким образом интегрирован Puppet и раздача там условно ролей? То есть просто вы плеваете файлик, а потом по нему как-то выполняете. UserData – это тот билет, который… ну, не билет, а записка. То есть когда мы делаем клон, виртуальная машина – это клон образа, там поднимается демон, такой, что я, кто я? И читая записку, ты load balancer. То есть это какой-то отдельный процесс, который отдается? Не мы его изобрели, мы им пользуемся. Если интересно, я могу больше рассказать. Следующий вопрос задавай. Здравствуйте. У меня как раз вопрос по UserData. Вы сказали, что там есть проблема, что кто-то может что-то не тот туда передать. А вообще есть какой-то способ хранения этой UserData в том же самом Gint, чтобы всегда было понятно, на что ссылается эта UserData? Мы UserData генерием из темплита. То есть туда прибегает какое-то количество переменных, и Terraform генерирует финальный результат. Поэтому нельзя просто так посмотреть на темплит и сказать, что получится. Потому что все проблемы, они связаны с тем, что разработчик думает, что он в этой переменной передает строчку, а там прибегает массив. И у него бац, типа я тот-то, тот-то, запятая, следующая строчка, все сломалось. То есть это, если это новые ресурсы, и человек поднимает его и видит, что что-то не работает, это быстро решилось. Если это autoscale группа, она обновилась, и в какой-то момент инстансы в этой autoscale группе начинают подменяться, и хлоп, что-то не работает. Вот это обидно. То есть это получается единственное решение, это просто тестировать, да? Да. То есть вы видите проблему, вы туда добавляете какие-то вот такие тестовые шаги. То есть аутпутом тоже можно тестировать, может быть не так удобно, но тоже можно какие-то меточки поставить, что проверяйте, что юзердата здесь гвоздями прибита. Спасибо. Меня зовут Тимур. Очень классно, что есть доклады про как устраивать, организовывать правильный терраформ. Я даже не начинал. Да, я думаю, в следующем конференции, может быть, будет. Один мой вопрос уже спросили про тесты, у меня остался… Один мой вопрос уже задали про тесты, тоже интересный подход у вас. И у меня остался более простой вопрос, почему вы хардкодите значения в отдельном модуле, а не используете TFWars, например? То есть чем лучше модуль со значениями, чем TFWars? Мне нужно здесь написать domain равно переменная domain vpc network, переменная vpc network и с TFWars достать то же самое. Мы же тоже так же делаем, мы вот ссылаемся на модуль settings, source, например, или так далее. Ну, по сути, это такой TFWars, потому что TFWars очень удобен, например, в тестинг окружении. То есть у меня есть TFWars для больших инстансов, для маленьких, и я один файлик, грубо говоря, вкинул в папку и получил то, что я хотел. Когда мы инфраструктуру пилим, мы хотим, вот именно на нее глянули, и все-все понятно. А так, получается, нужно глянуть сюда, потом глянуть TFWars. Да, то есть чтобы все в одном месте было, получается. Да, то есть TFWars – это когда у вас один код, и он используется в нескольких разных местах с разными какими-то нюансами. Тогда бы вы TFWars кинули и получили ваши нюансы. А мы вот инфраструктура как код в чистом виде посмотрел и понял. А, интересный подход. Спасибо. Следующий вопрос в правой части зала. Там микрофон уже есть. Здравствуйте. Вот сейчас я выйду. А подскажите, пожалуйста, сталкивались с такими ситуациями, когда облачный провайдер вмешивается в то, что вы сделали терраформом. Например, такая ситуация, когда у нас в Гугле, и, допустим, мы методат управим, там SSH-ключи, к примеру. А Google постоянно туда подсовывает свои метаданные, свои ключи, и терраформ всегда, ну, не ругается, он всегда пишет, что у него есть изменения. То есть после каждого прогона, даже если ничего не меняется, он всегда говорит, что он сейчас будет это поле обновлять. С ключами не было, но, да, и часть инфраструктуры поражена вот такой вот штукой. То есть терраформ поменять ничего не может, мы руками тоже ничего поменять не можем. Пока живем с этим. То есть у вас с таким сталкивались, но ничто не придумывали? То есть он как бы делает и делает там. Ну, по сути, вы как сталкиваетесь с проблемой и смотрите, это вообще эффектает бизнес. Не очень. Окей, вы бэклог. Ну да, это такое чистое… Ну, к сожалению, да. То есть то, что деньги приносят, в первую очередь, ну или там, где деньги теряются, в первую очередь фиксится. Следующий у кого микрофон задавать свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Старков Станислав, Mail.ru Group. У меня вопрос, как вы именуете инстансы, как решаете проблему с генерацией тега name, как вы его передаете внутрь, ну это через юзер-дату, чтобы указать хост-нейм, и там папит натравить, натравить. И вторая часть вопроса про, как вы решаете этот вопрос в ASG-шках. То есть когда вы генерируете ASG, сотня однотипных инстансов, как их правильно именовать? Спасибо. Во-первых, мы относимся к инстансам, как… Ну, есть, конечно, pet-инстансы, но в основном котл. То есть убили и забыли. Конкретно про инстансы. То есть те инстансы, которые нам очень важны, мы их именуем красиво. Те, которые не нужны, там приписочка, что это autoscale group, и по идее можно это прибить и получить новый. Насчет проблем из тегов нет такой проблемы, есть такая задача. И теги у нас очень-очень сильно используются, потому что инфраструктура большая и дорогая, и нам нужно смотреть, на что уходят деньги. Поэтому теги позволяют рассиропить, что куда ушло. Ну и, соответственно, поиск того, что что-то здесь много денег тратится, а не настолько эта часть профитна, то есть надо там как-то подоптимизировать. И что еще там было про… Как вы… Ну, когда ASG создает сотню инстансов, их нужно как-то различать, чтобы… Нет, не надо. Ну, зайти по SSH, по дебажам, как минимум. Когда, ну, мониторинг прилетает от какой-то инстанса из ASG, там, сотни, чтобы разобраться, что место кончилось надо. Мониторинг… То есть на каждом инстансе есть агент, который, собственно, сообщает. У меня проблема. Если агент сообщает, то про агент знают, и как минимум его IP-адрес существует. То есть уже можно сбегать. Во-вторых, у нас используется консул для дискавери. Ну, там, где не кубернетис. И консул тоже показывает IP-адрес инстанса. То есть вы используете… Ориентируетесь именно на IP-шник, а не на какой-то хостнейм? Невозможно ориентироваться по хостнейму. То есть их очень много и… Ну, есть идентификатор инстанса, AI и так далее. То есть его можно где-нибудь найти, его в поиск кинуть. Понятно, спасибо. Если у тебя в руках микрофон, начинай задавать вопрос. Так, привет. У меня такой вопрос. Смотри, я понял, интераформа – это очень такая хорошая штука, заточенная под облака. Собственно… Не только. Вот именно этот вопрос мне интересен. Если вы решите переезжать, допустим, на BR Metal, там массово, прям все свои инстансы, он как… он переедет хорошо, то есть с ним не будет каких-то проблем, либо все-таки придется использовать какие-то другие продукты в том же… тот же Ansible, который был здесь упомянут. Ну, Ansible немножко про другое. То есть Ansible работает уже, когда инстанс запустился, а интераформ работает до того, как инстанс запустился. Переход на BR Metal – нет. Нет, но сейчас нет, а придет бизнес и скажет, давай, давай. Переход на другое облако – да, но тут немножко другая фишка, что нужно писать так, терраформ код, чтобы с меньшей кровью можно было перейти на какое-то другое облако. Вообще изначально ставилась такая задача, что у нас вся инфраструктура агностик, то есть любое облако должно подойти, но в какой-то момент сдались, бизнес сдался и сказал, окей, в ближайшие N лет мы никуда не уйдем, можно пользоваться сервисами от Амазона. Ну вот как-то так. Про то, что облачный терраформ позволяет, например, создавать фрондеки, джобы, конфигурировать PagerDuty, Datadog и так далее. То есть у него, я этот слайд выкинул, у него очень много хвостов, то есть он практически может контролировать весь мир. Один короткий вопрос остался у нас. Спасибо большое за доклад. Самый тоже терраформ уже где-то год. Ближе, ближе микрофон. Спасибо большое за доклад. Я уже тоже 4 года кручу терраформу, еще с версией 0.6. Где ваш доклад? И самое… Времени нет. Извините. Самый главный вопрос. Я с ним еще 4 года столкнулся. На этапе плавного перехода к терраформ, ну, как бы инфраструктуре, как бы декларативному описанию, мы сталкивались с ситуацией, когда кто-то что-то делал руками, а ты пытался сделать план и получал, и получал там какую-то ошибку. И вот вопрос. Как это вы дело хендлите или хендлили, как, скажем так, разбираете такие проблемы, находите вот эти потерянные ресурсы, которые были как бы указаны? Ну, в основном руками и глазами. То есть, если мы видим в отчете что-то странное, мы анализируем всегда, что там происходит. И либо просто убиваем. Ну, я согласен, кто-то заходит в консоль и говорит, да, и инстанс, и висит инстанс. Вот. А вообще, ну, pull request, там, обычное дело. А если есть вот ошибка, делаете ли вы какой-либо как бы роллбэк, пробовали такое писать, хендлить? Нет. То есть, это решение человека в момент, когда он видит проблему. Мне кажется, вы можете друг другу пользу принести в фойе, вот чтобы, ну, продолжить. Ну, я тоже так думаю. А кому достанет, смотри, какая классная книжка. JavaScript? Да. Девокс? Кто-нибудь смог перебить вот лидера? Ну. Ну, скажи. К сожалению, вот все вопросы были очень классные. Да. Но вот так вот в душе я считаю, что, к сожалению, придется тебе JavaScript. Расскажи про себя и про Kubernetes на Bare Metal. Про Kubernetes на Bare Metal я буду рассказывать 4 часа. Все приходите, огонь, доклад. Почему этот вопрос был для меня важен? Потому что у нас подобный кейс, инфраструктурный расход, и у нас есть огромное количество однотипных объектов, которые могут немножечко как-нибудь отличаться. Вот. И JSON.net решил эту проблему прям полностью. Да. Круто. Ребята, спасибо большое.